За 9 месяцев этого года субъекты округа привлекли почти 122 миллиарда рублей частных инвестиций. По данным Минэкономразвития России, реализация 35 прорывных проектов в разных отраслях промышленности к 2030 году позволит привлечь 1,7 триллиона рублей инвестиций, создать более 79 рабочих мест. Наиболее крупные проекты реализуются в туризме и сельском хозяйстве. Это очень хороший результат. Хотел бы выразить Министерству экономического развития главам субъектов Северно-Кавказского федерального округа по научному представительству Северно-Кавказского федерального округа благодарность за те показатели, которые были достигнуты в этом году. Отдельно хотел бы отмехать развитие горнолыжных курортов Северного Кавказа. Туристический поток по итогам года вырос на 17% на курорты кластера Северного Кавказа. Как итог, возросший интерес со стороны инвесторов и уже не только к Арк-Изу, но и к другим кластерам. Мамисон в республике Северная Осетия-Аланья, Эльбрус и Джилы-Су в Кабардино-Балкарской республике, Амхил в республике Ингушетия. Эти и другие примеры говорят о том, что инвестиционный климат Северного Кавказа меняется в лучшую сторону. Инвесторы поверили в Кавказ, они готовы вкладывать в свою экономику, инициировать крупные проекты. Теперь важно, чтобы региональные власти, федеральные министерства и институты развития были готовы к приходу инвесторов. В экономику региона за 9 месяцев привлечено 9,6 миллиардов внебюджетных инвестиций, в том числе по крупным и средним предприятиям 630 миллионов рублей. Рост индекса промышленного производства за 9 месяцев составил 11,8. Это первое место в округе. По итогам трех кварталов, по четырем целевым показателям экономического развития, достижение на уровне 97%. Количество субъектов малосреднего предпринимательства увеличилось на 9,5%. Средняя численность заработников СПМ выросла на 21,7%. Число физических самозанятых за указанный период 8500 человек. Увеличен реестр инвестиционных проектов республики на 46. Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета республики по итогам года по оценкам составляет 54,3%. Это 7,1 миллиарда рублей. По итогам трех кварталов, по четырем целевым показателям экономического развития, обеспечено достижение на уровне 97%. У нас пять прорывных проектов общей стоимостью, 13,5 миллиардов, по которым в настоящее время инвестировано почти 2 миллиарда рублей небюджетных средств. Создано 152 рабочих места. В данный момент реализуются только два проекта из пяти. По двум проектам старт будет дан в следующем году. Развитие это солнечная генерация, алюминиевый кластер. По еще одному, в 2005 году, это индустриальный парк «Жайрабс». В стадии реализации находится проект по созданию тепличного комплекса «Сунжа». Проектно-сметная документация, по нему прошла госэкспертиза, ведется возведение каркасов теплиц, полученный бюджетный кредит. Поэтому хотел бы огромное спасибо сказать Кавказу и РФ, конкретно Максиму Геннадьевичу, Министерству экономики. В части создания туристического кластера «Арыбки» сейчас готовится планировка территории. Подтверждено наличие требуемых ресурсных мощностей. Строится гостиничный комплекс «Стерк» и «Берн», гостиничный двор. Общий объем небюджетных средств 80 миллионов. Большая работа в Ингушетии проводится и в сфере ЖКХ. Республика является одним из трех пилотных проектов СКФО, в которых реализуются программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ. Искренне спасибо действительности Министерству экономики, что нас включили в этот эксперимент. В регионе создан ГУП, единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. Утверждена программа консолидации водохозяйственного комплекса. Сформирован перечень имущества, передаваемого на первом этапе единому оператору. Функционировать единый оператор начнет с 1 февраля 2023 года. Также удалось повысить собираемость платежей с 38% в августе до 48% на текущий момент. Глава Ингушетии поблагодарил вице-премьера за активное содействие в реализации проекта в региона. Остановился на вопросах, которые требуют внимания федерального правительства. Уважаемый Александр Валентинович, прошу вашего содействия в решении некоторых проблем. Необходима и просьба включения мероприятий по развитию Асинского и Жирасского ущелья Горной Ингушетии. Винвестиционные программы территориальных сетевых организаций. Второе, просил бы ускорение вопроса выделения Ростельхозбанком, кредитных ресурсов. У нас второй комплекс, это птицекомплекс Южный. Винвестиционный проект на 1 миллиард рублей. Правительство работает в части привлечения в регион банков. Решение ждем по АПК Сунжа. Вот, 481 миллион рублей. И в этой части, значит, хотели бы, если возможно, как-то этот вопрос решить. Все решения приняты, там контрольные точки, которые были обозначены, просто были на ранее сроках не пройдены, поэтому сейчас они догонят их. Да, что касается того ускорения кредитования Ростельхозбанка? Решение Ростельхозбанка для себя принял. Приехатель комитет должен до конца года принять решение. Спасибо. Регион услышал. Александр Новак отметил, что в течение всего года СКФО находится в лидерах рейтинга федеральных округов как по эффективности реализации прорывных проектов, так и по темпам роста ключевых показателей. Он указал на рост туристического потока на 17%, развитие горнообогатительных комплексов и агропромышленных проектов. Муслим Ганиев, Новости 24.